Всем снова привет, друзья! Я прилетел в город Буэнос-Айрес, аргентинскую столицу. Я уже был до этого раньше в Аргентине, но я был только на водопадах Игуасу. Так как у нас сейчас на дворе конец мая, то здесь в Аргентине зима. Днем где-то температура поднимается до плюс 17, ночью падает до плюс 8 градусов. Где я здесь остановился? Давайте я вам покажу свои апарты. Апарты очень клевые. Это такая студия, на восьмом этаже она расположена, в самом центре Буэнос-Айреса. В ней есть три кровати, две одноместные кровати и одна двухместная. Почему апарты такие большие и почему три кровати? Ну не знаю, просто они были дешевые. 22 доллара в сутки. Аргентинскую валюту очень сильно подкосил экономический кризис и курс упал. У нас здесь есть замечательный вид, он просто реально прекрасный. Там у нас виднеется здание конгресса. Я обязательно туда скоро пройду пешком и покажу вам, расскажу. Так примерно выглядит центр Буэнос-Айреса. Почему-то мне напомнил Барселону. Я был в Барселоне не так давно. Я пойду гулять по городу и буду вам что-нибудь рассказывать и показывать. И, короче, самая первая достопримечательность, которая есть на моем пути, это конгресс. Здесь уже разворачивается что-то интересное. Я абсолютно не знаю, честно, что это такое. Перекрыли движение, сюда не могут ехать машины, стоят какие-то палатки. Это реально какая-то демонстрация или что? Вот здание конгресса у нас так выглядит. Оно реально очень большое. Очень классная вот атмосфера в ярмарке. Сюда приехало телевидение. Очень классный запах стоит. Мясо. Здесь вот стоит куча грилий. Вот вы можете видеть. Самый интересный момент. Вы знаете, что сегодня вторник и здесь происходит такая фигня. Во вторник. Здесь уже все увешали разными плакатами, баннерами. Никто не выходит, никто тут ничего не разгоняет. Еще один такой нюанс. Я здесь спросил тоже у девчонок, откуда они. Они сказали, что они не отсюда. Приехали из-за пределов города. У меня есть подозрение, что им могут за это платить какие-то деньги. Большинство вот из этих людей, они обкуренные. Там прям вот, прям там сидят, они на травке, да, типа кушают что-то. И они все курят косяки. Я еще также выяснил вообще цель и идею вот этой всей фигни. Короче, они протестуют за легализацию абортов. Я так понял, что в Аргентине они нелегальны, запрещены. И поэтому вот эти все девчата, они хотят исправить ситуацию. Большая часть вот этих всех девчонок, которых я здесь вижу, они все очень молодые. То есть они все еще похожи на школьниц. Возможно, им просто платят бабло, и поэтому они приезжают из каких-то других мест. Не рано ли еще девочке думать о таком? Или просто хорошо заплатили? Не знаю, не знаю, в чем правда на самом деле. Но тем не менее, у нас здесь они все собрались. Они здесь прыгают, кричат, митингуют. Есть распечатанный текст на бумажках, и они все учат слова, чтобы потом их там кричать или петь и так далее. Это очень прикольно на самом деле. Это очень клевый опыт видеть. Я вообще сюда шел, чтобы вам показать здание Конгресса. И вот заодно мы заставили такую уникальную аргентинскую особенность, любовь к протестам. И наша следующая достопримечательность – это обелиск. Это как бы символ города, самый главный монумент здесь, в Буэнос-Айресе. Расположен этот обелиск на самой широкой в мире улице. Проспект 9 июля. Это самая широкая улица в мире. В некоторых местах ее ширина может достигать 120 метров. И вот посреди здесь установлен такой огромный-огромный обелиск. Улица на самом деле очень широкая, полос дофига. На крыше одного из зданий, вот там вот с левой стороны, находится домик. Что он там делает наверху, я не совсем понимаю. Но вы, наверное, его видите тоже, да? Я его вижу. Здесь у нас есть флаг Аргентины и зеленые буквочки. BA. Что означает Буэнос-Айрес. Отлично. Обелиск мы посмотрели. Город у нас большой. И нужно смотреть что-нибудь еще. Еще одно известное местечко, которое расположено совсем рядом с обелиском. И куда можно дойти пешком. Это театр Колонн. Самый известный, знаменитый и главный вообще театр оперы и балета во всей Аргентине. Но так как я абсолютно совсем просто не любитель театров, я туда не пойду. Говорят, что он очень крутой и он того стоит, чтобы в него сходить. Конечно, если бы мне нравились театральные представления, я бы туда с удовольствием сходил бы. Но я реально не люблю театры. Вот вообще просто не люблю, поэтому вы меня уж извиняйте. Здесь такая площадь, которая называется площадь Лавае. У нас здесь даже есть такая табличка специальная. Даже Wi-Fi здесь есть. Я не проверил, но вот оказывается написано, что здесь даже есть Wi-Fi на площади. С Wi-Fi проблем нет вообще. Я даже симку не покупал. Везде вот во всяких там кафешках, ресторанах. Да и просто на улице часто есть муниципальный Wi-Fi бесплатный в Буэнос-Айресе. Везде, куда я не пойду, я ловил Wi-Fi спокойно, пользовался. Все было четко и супер. Я так понимаю, что периодически здесь проходят какие-то концертные выступления. Да, вы видите, аргентинцы расположились вот на лужайке, на траве, молодежь. Просто все сидят. Я люблю пальмы, и я до сих пор вам о них ничего здесь не сказал. Я всегда отмечаю места с пальмами. Здесь они есть. Да, в Буэнос-Айресе пальм хватает. Что по поводу климата? Ну, эти пальмы выдерживают климат здесь. Для нас это совсем, ну, никак не назовешь холодной зимой, потому что у них в июле иногда выпадает здесь снег. Иногда, но не всегда. Конечно, такой зимы, как у нас, здесь никогда не видать. Но аргентинцы все равно считают, что она холодная. В целом, центральная часть мне очень нравится. То есть, вот я реально кайфую. Хотел бы я здесь жить, ну, вы знаете, если бы я имел какой-то доход за рубежом, то да, я бы хотел жить в Аргентине. Просто жить и работать здесь смысла нет, потому что экономика падает. Но если у вас есть какой-то пассивный и стабильный доход из-за рубежа, то, мне кажется, вам Буэнос-Айрес понравится. Это очень клевый город. Для меня здесь все дешево. Ну, это потому, что я живу в США и работаю в США. Для аргентинцев все, конечно же, дорого. Да, кстати, здесь все ходят спокойно вот на красный свет. И я тоже хожу. Так, друзья, чтобы вы понимали, что такое процесс Буэнос-Айрес, это, короче, вот такая вот фигня. Я просто тупо пытаюсь попасть к себе домой, к себе в апарте, и я живу там чуть дальше. Я тупо пытаюсь попасть в апарте. Ну, я реально не знал, что здесь такая фигня. Если бы я знал, я бы пошел с другой стороны, но я уже пошел с этой стороны. Поэтому у меня пути назад нет, выхода нет. И люди все прибывают, и их становится тупо все больше и больше. Поэтому вот стало чуть проще. Еще жестко было следить за своими карманами. Потому что у меня два телефона, здесь кошелек, и, знаете, в такой толпе кто-нибудь может что-нибудь легко вытащить. Через эту всю толпу я пробился назад и вернулся таки в свои апарты. Вот вся эта площадь, она заполнена вот там людьми, ну, полностью, там вообще не протолкнуться. Здесь очень тоже много людей, вот все гуляют. Обратите внимание, да, здесь деревья немножко заслоняют вид. По дороге гуляют люди, то есть движение здесь полностью перекрыто. Их становится все больше и больше, то есть они приходят и приходят. Здесь вот палатки разные появляются, не могут проехать машины. Вот они там все застряли в пробках. Как мне сказали, завтра ожидается забастовка. Не понял я кого, водителей, что ли, или кого. Ну, короче, завтра будет какая-то забастовка. Завтра среда. То есть мы можем сделать вывод, что аргентинцы очень любят бастовать и протестовать. Это просто капец какой-то. Я очень удачно попал в Буэнос-Айрес. Новый день настал в Буэнос-Айресе, и мы пригнали на самую, наверное, главную достопримечательность здесь, в городе. Это кладбище Риколета. Кладбище Риколета является самым, наверное, роскошным и шикарным кладбищем в мире. Я только-только буквально зашел и уже сразу увидел огромное количество склепов, разной причудливой формы. И реально масштаб просто впечатляет. Кладбище огромное и с высоты оно тоже выглядит очень офигенно. Кладбище до сих пор действующее. Здесь до сих пор хоронят людей. Ну, так как вы понимаете, что это место очень элитное. Нельзя просто так взять и здесь купить место на кладбище. Людей хоронят здесь на определенное время. Например, на несколько лет. На два года, на три года. И после этого их перезахоранивают. Ну, через несколько лет, когда уже люди думают, что труп разложился после захоронения, гроб вскрывают и достают просто останки людей, которые там остались. Такие полуразложившиеся. Их запихивают в черный полиэтиленовый мешок и перезахоранивают уже либо в другом месте, либо в другой части кладбища, которое там находится дальше. Уже в маленькую-маленькую ячейку. Почему? Ну, потому что дорого. Такой скреп арендовать – это очень непосильное удовольствие на длительный период времени. Вы, может быть, подумаете, что здесь должен стоять какой-то трупный запах. На самом деле нет. Потому что все гробы, они металлические и они запаяны. Вот еще одно свидетельство того, что кладбище действующее – это такие тележки для гробов. Вот они прямо тут стоят и их могут использовать, когда нужно. Склепов здесь около пяти тысяч. То есть реально много. Я, конечно, не могу здесь все вам показать. Это Джульетта, сегодняшний гид. Hi. Hola, ¿cómo estás? Hola. Sorry, I'm nervous. Yeah, no worries. I know that you don't speak any Russian. Как бы она не только гид мой на кладбище, она просто моя подруга. И это все в самом центре города. Прям вот в самом центре. Вокруг там куча всяких заведений развлекательных. Красочно, сказочно. Даже пальмы здесь есть, растут. Пришли к одному из первых интересных склепов, которые я увидел. Почему это место интересное? Потому что вот мы в этом склепе можем видеть прям останки человека. Реального человека и реальные кости. Вот деревянный этот ящик, он развалился. И вот эти кости прям лежат. Я вижу отсюда 7 уровней с гробами. И я не вижу здесь дна земли. То есть уровней может быть больше. Он реально очень глубокий. So, you want to go to the ground floor of some of them? No. No? No. If we see here some open storage, and the way down will be free, so we can go, right? No. Why? No. Посмотрите, здесь все развалилось. То есть двери еле держатся на своих местах. Сюда может даже, наверное, ступать. Там опасно, чтобы не развалилось. Вот мусор какой-то. Кто-то сюда кидает бутылки. И никто ничего не делает, я не знаю. То есть все это так разваливается. Наверное, ночью здесь атмосфера очень жуткая. И все это в самом центре Буэнос-Айреса, да? То есть посмотрите. Здесь у нас город. Все, здесь кипит жизнь. Здесь ресторанчики, здесь здания, здесь офисы. Из-за нереально высокой цены на услуги. Здесь похоронены только самые-самые богатые и выдающиеся люди Аргентины. Я так думаю. Есть в Буэнос-Айресе еще одно замечательное место. Оно уникальное. Это книжный магазин сети Атенео. Почему оно уникальное? Потому что оно расположено в здании бывшего театра. Вот мы сейчас только что сюда пришли. Что здесь уникального? Да то, собственно, и уникально, что здесь... Если бы это был просто театр... Ну ладно, театр и театр. Если бы это просто был книжный магазин, ну окей, хорошо, книжный магазин. Но здесь это все вот соединили вместе, и поэтому получился книжный магазин в театре. Театр очень красивый, он очень старый. Это здание долгое время пустовало, и сюда не могли ничего поместить. Просто не знали, что. Но театр здесь сделать не смогли, потому что просто не нашли коллектива. И решили поместить сюда книжный магазин. И выглядит это просто восхитительно. Сейчас на этом месте ресторан. И вот он полон людей. Они там сидят и кушают. Но раньше это когда-то была настоящая сцена, на которой выступали артисты. Единственное, что мне здесь очень не нравится, и что очень сильно портит вид. Это вот в центре. Зачем так сделали? Я не знаю. Такой вот круг. Там эскалатор. И он ведет в детский отдел. И очень много старых деталей осталось. Старых декораций. Очень классно. Наверное, это точно самый необычный книжный магазин, который я когда-либо видел. Ага. Вот мы нашли разговорник. Русско-испанский разговорник. So, we can learn some Russian and Spanish. И дальше Джульетте нужно ехать в универ, потому что у нее скоро начнутся занятия. А я пойду просто что-нибудь покушаю, и у меня будет самолет домой.